Здравствуйте! Это программа Здоровье онлайн. И сегодня наш эксперт Максим Николаевич Зырянов, врач лучевой диагностики. Максим Николаевич, тема звучит как МРТ – современный метод исследования. И как получить наилучший результат? Давайте сначала разберемся, что такое МРТ. Да, конечно. МРТ – магнитно-резонансная томография. То есть это метод медицинской визуализации, то есть способ заглянуть внутрь человеческого тела и уже решить, все там нормально или, к сожалению, там есть какие-то неполадки, какие-то болезни. Это метод томографический. То есть мы исследуем человеческий организм послойно, тонкими срезами, что позволяет значительно повысить, так скажем, в общем информативность исследования, выявить изменения, часто на ранних этапах. То, что другими способами визуализации мы увидеть не сможем. А как аппарат делает исследование? Ну, на самом деле, конечно же, магнитно-резонансный томограф – это невероятно сложный аппарат, сложный принцип работы. Но вот здесь очень важно сказать, что во время работы магнитно-резонансного томографа не применяется никакое ионизирующее излучение. То есть мы привыкли, что… Ну, мы говорим, лучевая диагностика. Да, лучевая диагностика. Сразу вспоминаем, что у нас есть рентген, и это лучевая нагрузка, и это вредно. Так вот, магнитно-резонансная томография не использует ионизирующее излучение, в частности, рентгеновские лучи. Исследование делается, ну, грубо говоря, с помощью магнитного поля. Наш томограф – это огромный магнит. И применяя дополнительно электромагнитное, так скажем, излучение, мы можем визуализировать, увидеть как твердые, то есть костные структуры, так и мягкие образования внутри человеческого тела. То есть послойно, буквально. Да. Мало того, что увидеть мягкие, то, что внутри. Вот, например, я думаю, что нам с вами понятно, что головной мозг внутри костной черепной коробки находится. Ну вот как туда заглянуть? Вот. Вот МРТ для этого и существует. Вот для иллюстрации у нас, на самом деле, с вами приготовлено несколько картинок. Давайте посмотрим на картиночку номер один. Это вот специально для того, чтобы проиллюстрировать на таком очень простом уровне. Это магнитно-резонансная томография знакомых нам с вами объектов. Справа, вот где стрелочка стоит, это помидор, ниже банан и апельсин. То есть вот смотрите, объекты, которые мы каждый день, может быть, с вами видим. А на магнитно-резонансной томографии мы видим, что структура их внутренняя, вот такая сложная. И косточки мы видим, и кожурку, и перегородочки. И также мы будем видеть подробности, нюансы человеческих тканей. Причем видно даже то, что снаружи не видно. Там вот, где стрелочка стоит, там явно ушиб, да, который снаружи даже не догадается, что существует. То есть мы даже не знали, что он там был, вот его увидели. Вот так. И еще раз говорю, вот и мягкие, и твердые, так скажем, структуры человеческого организма мы можем визуализировать. Но мы говорим, когда про сам аппарат МРТ, мы говорим про умную, сложную машину. И создаются, может быть, у некоторых ощущения, что раз такой аппарат умный, то, в общем-то, может и врач тогда не нужен, и всякий сможет его расшифровать? Ну, здесь каких-то вариантов быть не может, конечно, нет. То есть аппарат магнитно-резонансный томограф – это лишь инструмент. Да, очень сложный, очень высокотехнологичный. Но если не будет квалифицированного персонала, это прежде всего врач, который планирует исследование, к этому мы чуть-чуть позже вернемся, что значит планирует исследование, проводит исследование и описывает исследование. И лаборант, который, собственно говоря, работает с пациентом и запускает работу. Без этих людей работа невозможна. И результат он ниоткуда не родится, если этих людей не будет. Может быть, кажется, мы привыкли, наверное, с вами к рентгену, вот что-то сфотографировали, и вот одна картиночка у нас, да? МРТ – это послойное изображение. То есть у нас в результате нашего исследования много-много изображений. Вот здесь давайте посмотрим... Много-много работа, да, получается? Посмотрим, у нас подготовлен ролик. Давайте посмотрим. У нас есть под номером 1, давайте на него посмотрим. Вот это на самом деле склеенные в такое вот видео послойное изображение головы. Вот это вот все одно исследование. То есть здесь много изображений, больше ста. Ну, и если на каждое изображение тратить хотя бы 2-3-5 секунд, вот это время, которое требуется врачу, то больше 20 минут, чтобы просто посмотреть, поставить диагноз и сориентироваться. Поэтому результат МРТ, он и не рождается мгновенно. И иногда требуется ожидание, и мы призываем наших пациентов иногда немножко проявить понимание и быть, может быть, более терпимыми, и подождать, потому что все делается исключительно ради наилучшего результата. А вот мы сейчас смотрим... Это такое небольшое... Да, это достаточно много. Да, большое количество. Мы сейчас смотрим исследование головы. Скажите, а всем ли одинаково делается это исследование? Вот мы с вами заговорили о том, что значит планирование, вот это... об этом и речь. Не всем одинаково. Как мы понимаем, кому сделать так, а кому по-другому? Ну, во-первых, пациент может прийти уже с направлением от врача. И врач нам пишет, на что он обращает наше внимание. Есть ли проблема у этого человека скорее, допустим, в глазных яблоках, или в гипофизе, или в стволе головного мозга. И мы в зависимости от предполагаемой локализации, предполагаемого характера проблемы модифицируем исследование, и вследствие этого оно иногда удлиняется. Оно удлиняется, и стало быть, да, мы выбиваемся иногда из графика и заставляем, просим, вынуждены просить наших следующих пациентов, опять же, немножко подождать. Если пациент пришел без направления, такое возможно. Ну, то и самим себе можно это назначить, или врач сказал? Прийти просто самим можно, потому что исследование не несет вреда для человека. Да, или врач иногда, жизнь наша очень напряженная, иногда пациент, человек живет всю жизнь под контролем какого-то врача, и врач его очень хорошо знает, этого пациента. И пациент иногда обращается к своему врачу, может быть, по телефону или по электронной почте, описывая свою проблему, и врач может ему порекомендовать сделать, допустим, перед приемом уже заведомо какое-то исследование. Пациент у нас появляется, но направления у него нет. Мы с пациентом разговариваем, выясняем, что думал его врач, что думает пациент, и стараемся, опять же, модифицировать исследование под конкретную проблему, как всегда происходит. Но как часто бывает, особенно если говорить про исследование головы, после того, как человек получает результат, он видит в листочке очень много непонятных для себя слов, и некоторые могут его натурально испугать. Это бывает очень часто. И вот эта ситуация, когда человек получил наше заключение, и оно приводит его немножко в недоумение, он не понимает, что написано. Это понятно. Каждый специалист в своей области. Выход здесь один для наших пациентов. Просто надо подойти к администратору и попросить, чтобы врач, который пишет, описал это заключение, вышел и пояснил, что это значит. И очень важно, наверное, куда с этим исследованием дальше пойдет человек. Конечно, да. То есть и сориентирует, что к какому врачу обратиться. Вообще надо сказать, что ведь в большинстве случаев человек приходит на наше исследование уже с какой-то проблемой. То есть у него есть какие-то симптомы. Что-то болит или голова кружится. Ну, не будем все перечислять. То есть получается, есть симптом, он прошел исследование, и дальше с этим надо подойти к врачу, который назначит лечение и определит тактику. И уже потом человек будет либо лечиться, либо профилактикой заниматься. Это очень важная цепочка исследований. Наш врач объяснил, и дальше пошли к клиницисту, который уже назначает лечение и тактику. Я тут столкнулась с интересной историей. Знакомыми говорили, что нужно пройти МРТ, но очень долго ждать, наверное, придется. То есть у нее уже в голове, что она сегодня решила, а пойдет она через две недели. А по факту долго ли нужно ждать? В настоящее время в городе Екатеринбурге долго ждать не нужно. То есть я вас уверяю, если вы абстрактно сегодня утром решили, что вам нужно сделать МРТ, днем или вечером вы уже сможете это исследование пройти. В течение двух дней, я вас уверяю, это 100% можно сделать. Даже если вы будете выбирать место поближе, может быть, к вашей работе. А те, кто не знает, и ни разу еще не был на МРТ, расскажите, пожалуйста, как проходит само исследование? На самом деле, мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты, приходя на МРТ, боятся его. Потому что им какие-то родственники, знакомые рассказали, как надо долго лежать, что это за закрытое пространство, что он так сильно шумит, что прямо голову разрывает. Я вам честно хочу сказать, что все эти слухи преувеличены однозначно. Поверьте человеку, который каждый день сталкивается с этим методом исследований, сам МРТ проходил, и дети мои проходили. И да, он шумит. Но для этого у нас есть либо беруши, либо наушники, которые защищают уши. Да, это, условно говоря, труба. Но труба с открытыми, так скажем, входом и выходом. Там светло, там работает очень приятный вентилятор. Мы можем включить даже музыку в наушники. Если человек сомневается, вы можете привести с собой родственника. Маму, мужа, я не знаю, кого угодно. Он будет стоять во время исследования и держать вас, допустим. В каких-то исследованиях можно за руку, в каких-то можно за ногу. Очень часто. Это очень помогает. Поэтому бояться, я вас уверяю, бояться ничего не нужно. Но есть нюансы, которые для нас очень важны. Коли мы сегодня говорим о том, как сделать максимально хорошо и получить максимальный результат, то вот здесь пациент должен немножко тоже как бы подготовиться. Если сильная боль. Вот смотрите, у человека сильная боль. Он не может лежать в течение там 15-20 минут, а исследование идет в среднем 15-20 минут. Неподвижно. А нам нужно неподвижно. Поэтому если у человека болит, то перед исследованием нужно постараться как-то обезболиваться. Все равно какие-то обезболивающие пусть на короткий период, но помогают при той же боли в позвоночнике, в суставах. И дать нам эту возможность неподвижного вот пребывания в аппарате. Если у вас клаустрофобия, это боязнь замкнутого пространства. Но на самом деле истинной клаустрофобии вот в человеческой популяции все и очень немного. Это я вам абсолютно точно говорю. Большинство мы имеем людей именно изначально немножко напуганных. Поэтому если вы опять же приведете родственника, выпейте, ну элементарно, условно, там каких-то успокаивающих... У фалерианков что-то такое? Это поможет. Если вы с первого раза не смогли пройти исследование, то вас могут перезаписать на другой раз. Или дадут походить, подумать, лечь снова. Настроиться. Мы очень готовы. Да и не только мы, любые, я думаю, организации, которые делают магнитно-резонансную томографию, готовы пойти на это. Потому что, естественно, врач, он всегда пациента-ориентирован. То есть нам же нужен диагноз и комфорт, и благополучие пациента. Вот это важно знать. Если у вас есть предыдущие какие-то исследования... Нужно что-то взять с собой. Рентген, МРТ, КТ. Это надо взять с собой. Потому что нам часто очень нужно для врача оценить динамику. Пациент часто об этом еще даже не думает. Но он потом придет к врачу, он посмотрит наше заключение и скажет, а в динамике как? Как? Почему не написали, что было в прошлом году, а что вы видите сейчас? Но мне для того, чтобы написать, нужно, чтобы эти данные были. Понимаете? Иногда наши пациенты думают, вот не буду брать исследования, вот специально, чтобы не подсказывать врачу. Я не сомневаюсь в наших пациентах, но иногда вот такое бывает. Вот не буду наводить врача на мысль, пусть сам подумает. Но еще раз вам говорю, часто очень нюансы, вот особенно динамическое наблюдение. Одно потом для врача будет очень важно. И поэтому вот всю эту историю свою, ее все-таки нужно принести. И эта история поможет нам грамотно спланировать еще раз именно для вас исследование на МРТ. А давайте напомним, для чего применяют МРТ? Что смотрят в первую очередь? Вообще, потребность магниторезонансной томографии, она, конечно же, возникла тогда, когда врачи задумались, как посмотреть те структуры, которые на обычном рентгене не увидеть. В частности, головной мозг. В частности, головной мозг. Его, понятно, не увидеть. Межпозвонковые диски. Люди сталкиваются с грыжами. В этой связи мы можем посмотреть, например, изображение номер 2. Это изображение МРТ позвоночника. Обратим свое внимание на правое изображение. Белая стрелочка показывает межпозвонковую грыжу. Вот это вот черное, это выпячивание ткани межпозвонкового диска. Оно давит на корешки, на нервы, вызывает сильную боль. А на рентгене, на обычном, мы это увидеть не сможем. То есть возникла необходимость визуализировать мягкотканные структуры, и появился метод, который это видит. То же самое в коленном суставе. Очень частая локализация для нас. Мы можем посмотреть изображение номер 4. Вот слева от нас это рентген. Мы видим кости хорошо, суставную щель, вот стрелочка сбоку показывает. Но зато, когда мы видим МРТ, мы понимаем, что вот в этих, то, что кажется пустым местом на рентгене, там еще связки, там мениски, там хрящи. И вот ради визуализации их мы и делаем магниторезонансную томографию. Мы сказали, что нужно готовиться, если понимаешь, что болит, нужно выпить таблетку. А что-то нужно еще? Как-то специально готовиться перед исследованием? Некоторые исследования требуют подготовки. Это исследование брюшной полости, малого таза, но при записи, куда бы вы ни позвонили записаться, а все-таки МРТ кабинеты, они любые работают все-таки по записи, потому что мы в таком текущем иногда не можем взять пациента, иногда можем. То есть можно обращаться и непосредственно прийти. Но при записи обычно всегда объясняется, надо ли выпить какие-то препараты, нужно ли соблюдать диету, нужен ли какой-то специальный день цикла, если мы говорим о МРТ малого таза у женщин. Это все объясняет. Это распространенные очень исследования. Очень распространенные, и количество этих исследований во всем мире увеличивается. То есть малый таз женщин смотрим все чаще и чаще ради таких распространенных заболеваний, например, эндометриоз. Я думаю, ну, сложно найти женщину, которая это слово не слышала. А если я скажу, что каждая десятая женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом, то это очень серьезно, и МРТ здесь очень помогает. Говоря о том, что МРТ – это не страшный аппарат, мы совсем забыли показать картиночку номер 3. Давайте на нее сейчас посмотрим. Это, собственно говоря, как выглядит магниторезонансный томограф. Ну вот посмотрите, ничего в нем страшного нет. Абсолютно открытое пространство, очень дружелюбный аппарат. Просто надо лежать и дать нам возможность ему поработать. Про страхи заговорили. На самом деле есть еще такой страх, что найдут что-то страшное. А вот многие боятся идти именно по этой причине. Могли бы вы как-то успокоить и замотивировать наших зрителей? Абсолютно понятный и очень часто встречающийся страх. Тут мне хотелось бы, наверное, сказать вот о чем. Современная медицина за последние десятилетия сделала невероятные, на самом деле, успехи, невероятную положительную динамику по лечению многих ранее неизлечимых заболеваний. Но ключ только в одном – найти заболевание как можно раньше. Поверьте, что большинство даже самых страшных заболеваний в ранних стадиях весьма эффективно лечится. Поэтому пройти исследование вовремя, увидеть этот результат и пойти к специалисту, который, еще раз говорю, на ранней стадии это увидит, это самое лучшее, что мы можем сделать. А чтобы совсем успокоить, хочу сказать, что наши пациенты, которые обращаются к нам, ну, в частности, тоже головной болью, это очень важное исследование, потому что головная боль, она, к сожалению, может быть признаком очень коварных, скрытых и до поры до времени не проявляющих себя в полной мере заболеваний. Так вот, и поэтому это исследование часто применяется и обоснован абсолютно его делать. Но все-таки большинство пациентов у нас, конечно, уйдет без страшных находок. То есть мы их скорее успокоим. Но для того, чтобы, еще раз говорю, на раннем этапе... Поймать и обезвредить. Стоит потратить немножко времени, немножко, может быть, справиться с каким-то дискомфортом, я не знаю, и пройти. А есть такое МРТ с контрастом. Вот это что значит? Да, это тоже очень распространенный вопрос, потому что часто человек думает, вот есть обычный МРТ, а еще с контрастом, и на нем все еще лучше видно. Ну что-то лучше, да, как раз делать. Ну нет, здесь однозначно нельзя так говорить, что это лучше видно. Это, в общем, неприменимый подход. Контрастирование, что это такое? В вену вводится специальный препарат, который накапливается в очагах, может быть, опухолевых, воспалительных, патологической, различной перестройки. И мы лучше начинаем понимать их природу. То есть и схема всегда такая. Человек проводит обычные исследования. Потом, если врач четко определяется, что контрастирование нужно, он что-то нашел, ему нужно, так скажем, лучше рассмотреть это образование, то вводится контраст. То есть первично с контрастом практически никто, мы никого не записываем. Противопоказания есть к этому? Противопоказаний к МРТ немного. Прежде всего, это, что самое важное, и что, правда, на что нужно обратить внимание, это наличие электронных, условно говоря, приборов в организме. Вот если вы зайдете туда с кардиостимулятором, каким-нибудь нейростимулятором, инсулиновой помпой, то она у нас в аппарате перестанет работать, и это, к сожалению, может очень неприятно до летального исхода быть последствия. Поэтому, если у вас какие-то импланты есть в организме, об этом нужно сказать. Здесь я сказал только сейчас об электронных имплантах. Это может быть смертельно опасно. Есть, конечно, и множество других имплантов. Ну, например, а зубные все вот эти вот? Зубные. Зубные, как правило, никакой проблемы вообще не обсуждают. Не представляют. Нет, не представляют. То же самое чаще всего мы можем делать исследования с эндопротезами, пластинами, интермедулярными стержнями по бытовому, после перелома всяких травматических историй. А татуировки тоже не страшны? Сейчас скажем про татуировки. Главное, чтобы человек, когда он пришел, не думал о том, что да, пройдет, ничего страшного не будет, а честно признался нам в том, что у него в организме есть какие-то импланты. Даже, может быть, он думает, что они не важны. Но лучше указать. Но об этом надо сказать. Также отломки, какие-то, может быть, пулевые ранения были. То есть вот об этом важно сказать. Если, к сожалению, отломок, то есть металлический или там пуля какая-то, она в области жизненно важных органов, вот это тоже может быть очень опасно. То есть мы просим в этой ситуации, чтобы пациенты признавались. Это очень серьезно. Очень серьезно. Все другие противопоказания, скорее мифы. Детям, пожалуйста, по показаниям с нуля лет можно делать. Беременные можно делать. Но тут вот четко надо определить, что во всем мире есть такая тактика. Тут даже не стоит ее обсуждать, почему так. Любое исследование беременной, начиная от взятия крови из пальца, делается строго по направлению ее лечащего врача. Если он считает, что пациентке нужно пройти это, то да, мы это сделаем и вреда здоровью не будет. С беременными очень сложно. Это эмоционально, женщины эмоционально очень лоббильные. И вот им как раз пребывание в таком даже полузамкнутом пространстве иногда может оказаться серьезной такой помехой для нормального развития беременности. Но тем не менее само исследование для беременных не опасно. Само, да. С физической точки зрения оно не опасно. Про татуировки спросила. Да, про татуировки. Тут ситуация такая. К сожалению, бывают такие татуировки, краска которых содержит какой-то ферромагнитный материал. И во время исследования некоторые пациенты отмечают, что в области татуировки покалывало или было ощущение жара. Ну, каким страшным последствиям это не приводит. Опять же, сказать нужно об этом. Пирсинг. Нужно избавиться от различных любых металлических объектов. Серьги. Да даже та же самая карта может размагнититься. Да. Часы снимаем обязательно, чтобы во время исследования эти приборы сохранили свою работоспособность. Про детей сказали. С детьми может быть тоже вопрос, как подготовить ребенка, чтобы он от начала до конца прошел это исследование. Ребенок требует подготовки. Во-первых, наш опыт показывает, что дети, начиная примерно с 4 лет, совершенно спокойно могут проходить МРТ-исследование. Почему раньше не могут? Они не могут лежать спокойно. Да, им объективно там лежать может быть страшновато. Ну, это же маленький ребенок. Примерно с 4 лет с ребенком уже можно договариваться. И если родители сами спокойны, вот это очень важно, если они сами не боятся этого исследования, они спокойно настраивают ребенка, договариваются с ним, мама или папа стоит с ним во время этого исследования, и все нормально. А маленьким детям, совсем маленьким, двухлетним, годовалым, да, это исследование, конечно, делается под наркозом. Другого варианта нет. Вреда для здоровья, я еще раз говорю, ребенку никакого нет. А родителям можно присутствовать тоже на исследовании? Да, конечно, мы, как правило, оставляем вот именно около самого аппарата родителя, и он либо за ручку держит, либо за ножку держит. То есть ребенок не остается один? Один не остается. Ну и вообще человек во время исследования один не остается, этого бояться не надо. Мы за пациентом наблюдаем, либо посредством видеокамеры, через специальное наблюдательное окно, мы его слышим. В руке у пациента всегда сигнальная груша. Это такое специальное устройство, его можно нажать. Если вам кажется, что что-то не так, что вас что-то смущает, вы сразу вызовете нас, и мы прекратим исследование по первому вашему желанию. Расскажите, пожалуйста, а вот делают ли исследования сосудов с помощью МРТ? Да, это тоже достаточно распространенное исследование. Очень часто исследуются сосуды головного мозга и шеи. Причем, если при других методах исследования, для того, чтобы увидеть сосуды, требуется ввести в вену, в кровь контрастный специальный препарат, который мы начинаем видеть на КТ в том, то МРТ не требует введения такого препарата. Мы можем в этой связи посмотреть ролик номер 2, где как раз представлены сосуды головного мозга. Это исследование сделано именно без введения какого-то контрастного препарата. То есть настолько хорошо видны сосуды? Да, сосуды вполне нормально видно. Зачем мы делаем сосуды? Прежде всего, для того, чтобы исключить так называемые аневризмы. Это мешкообразные такие выпячивания тонкостенные на сосуде, которые могут потенциально порваться и вызвать кровоизлияние. Очень неприятную и тяжелую ситуацию. А различные пороки развития сосудов, которые тоже, то есть врожденные особенности, которые до полы, до времени очень не проявляют себя, но даже во врослом состоянии могут заявить о себе очень серьезно. Сужение сосудов. Тоже очень распространенная проблема, с которой приходят к нам пациенты. И мы можем вот так это визуализировать, как мы это только что видели. С каждым годом возможности, конечно, медицины растут. А можно ли говорить про лучевую диагностику, про МРТ, что сегодня стало доступно то, что еще вчера, я знаю, буквально лет 5-10 назад было сложно представить? Да, конечно. И есть ли такие примеры? Вообще, в принципе, сам метод магниторезонансной томографии, то есть если мы будем брать, например, конец 90-х или средину 90-х, в общем-то время совсем еще недавно прошедшее, то МРТ даже в нашем городе это было практически экзотикой, так скажем. То есть один аппарат там работал и так далее. Сейчас, как и во всем мире, количество аппаратов увеличивается, доступность увеличивается. И количество с каждым годом увеличивается возможности этих аппаратов. То есть все время происходят какие-то нововведения с точки зрения методики проведения исследований, совершенствования протоколов проведения исследований. И мы начинаем визуализировать новые заболевания на более ранних стадиях. И во всем мире это происходит. И мы в Екатеринбурге от этого не отстаем нисколько. Ну то есть стало возможно увидеть то, что раньше рассмотреть было невозможно. Я правильно понимаю? Да. Тот же вот пример мы уже коснулись сегодня с вами эндометриоза. Вот раньше, например, в последние именно годы нарастает применение МРТ именно для диагностики эндометриоза. И именно новые протоколы исследования. Протоколы исследования это то, с какими параметрами, в каких режимах, с какой толщиной среза делается исследование. Вот совершенствование этих протоколов позволяет именно на МРТ выявлять это в частности заболевание. Но тут главное, чтобы обращались вовремя. Конечно. Спасибо. Потому что многие заболевания очень долго себя не проявляют. Спасибо большое за полезный разговор. Спасибо. До встречи. Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Березина ждет вас по адресам Байдукова, 63 и Гражданская, 9. Ежедневно с 7 до 23.00. Субтитры создавал DimaTorzok